Здравствуйте, это Елена. Сегодня 8 марта 2009 года. Здесь этот праздник не отмечают. Обычное воскресенье. Этот ролик – начало серии «Введение профиль рынка». Это плагиат. Я нашла бесплатную информацию. Ее очень много на английском. И я вам ее переведу. Начнем с Бенджамина Франклина. «Скажи мне, я забуду. Научи меня, я запомню. Вовлеки меня, и я научусь». Одна из вдохновляющих фраз. Профиль рынка. Начнем с рассказа того человека, который знал создателя, Питера Стайдлмайера. Это статья о рыночном профиле, которая была опубликована в июне 2007 года. Ее написала Сэлли Лемонтур. Она трейдер с 28-летним стажем. Она начинала торговать в те годы, когда Стайдлмайер был независимым трейдером на площадке. Это ее статья, я вам просто ее переведу. Как очень многие трейдеры, когда впервые начали в этом бизнесе, я хотела понимать все. Мой первоначальный фокус был изучить фундаментальные аспекты товарных рынков. Потом, после того, как пришли компьютеры и графики, мое внимание повернулось на понимание технического анализа и различных индикаторов. И все это было ценное, но я никогда не нашла технический подход, который имел смысл. До тех пор, пока я не натолкнулась на рыночный профиль. Что отличает его от обычного бара графиков и свечек, это способ организации даты. В 1980-х годах великолепный трейдер в Чикаго начал наблюдать за рынком с другим подходом. Я впервые увидела, как Питер Стайдлмайер торговал в яме соевых бобов и удивлялась, как часто он был прав. Много раз он торговал в противоположную сторону от массы трейдеров на площадке, и его вход и выход всегда были необычайно точны. Мне повезло, потому что он начал учить свои методики отдельных трейдеров. И также повезло, что Чикаго Борд оф Трейд признал Питера, сделал его своим директором по развитию новых методик и дал ему возможность учить других. Здесь она говорит, как дата рыночного профиля отличается от обычного графика. Мы это проходили или пойдем на семинаре. Еще немного истории. Так же, как и Селли Лемонтур, Питер Стайдлмайер много торговал в сельскохозяйственных ямах, там, где торговали бобами, зерном и прочими товарами. Но первыми трейдерами, которые действительно подхватили эту методику, были трейдеры бонды, фьючерс на облигации. На площадках у них не было возможности рисовать индикаторы-осцилляторы. Что они делали? Они рисовали циферки и буковки на листочках бумаги, на блокнотах. Потом вырезали их, склеивали, чтобы посмотреть картинку, как развивается профиль рынка день ото дня. Потом, здесь это не написано, но я знаю немножко историю. Бонд Пит. Во-первых, плечи там несравнимы с другими фьючерсами. Плюс, бонды бывают, рынок, когда он не двигается или двигается слишком быстро. Поэтому трейдеры из Пита мигрировали на товарные площадки, и они принесли с собой методику. И так методика распространилась. Фьючерсы на товары широко употребляли эту методику. Потом кто-то любопытный попробовал ее на индексе, на финансовом индексе. Потому что поначалу считалось, что методика применима только к товарным фьючерсам, а не к индексам. И впервые попробовали, по-моему, на Ям, на Дао. До сих пор трейдеры используют рыночный профиль в Дао. Кто-то из авторитетных трейдеров также попробовал его на СИПе. Не получилось, и пошла легенда, что рыночный профиль работает везде, но не на СИПе. Это объясняет поздний приход рыночного профиля. И это объясняет взрыв интереса. Потому что когда кто-то любопытный попробовал еще раз, было открыто, что прекрасно работает на СИПе, который самый ликвидный рынок, если не считать валютного рынка. Таким образом, метод пришел в СИП, и метод пришел в массы трейдеров. В основном трейдеров-профессионалов. Потому что метод требует времени, и требует практики в реальном времени. Постепенно развились школы, как его преподавать, и преподавать на всех уровнях трейдинга. Включая начинающих, сразу преподавать правильно. Такое тоже есть. Итак, еще раз, что такое рыночный профиль. Рыночная дата во время торговли – это самый основной источник рыночной информации для большинства трейдеров. Рыночная дата извлекается из двустороннего акциона. На одной стороне покупатель, на другой стороне продавец. Успешные трейдеры получают преимущество, когда они способны эффективно интерпретировать рыночную дату. Профиль рынка записывает, организует и показывает рыночную дату, которую довольно легко интерпретировать, когда есть опт. А теперь несколько фраз Джима Далтона. Джим Далтон – друг и соратник с Тайдлмайера. В 80-х годах он был независимым трейдером в Чикаго, когда ему представили новую методику. Он увидел, как по-новому организуется информация о рынке. Он также сразу понял ценность нового метода. И когда его представили Питеру, он узнал, что Питер и его друг собираются публиковать книжку. Новую книжку о новом методе. И так как публикация книги независимыми писателями – очень дорогое мероприятие в США, они искали партнеров, спонсоров. Джим Далтон выписал чек на 10 тысяч долларов и стал одним из самых больших последователей этого метода и стал одним из самых лучших учителей этого метода. После того, как он ушел на пенсию, он стал преподавать. И преподает он за копеечку 10 тысяч долларов в год, обычно очень опытным трейдерам, которые достигли порога непроходимости, которые не могут пробиться на более высокий уровень в трейдинге. Потому что он навесил психологию на рыночный профиль. Он преподает понимание рынка как никто. Можно учить рыночный профиль как метод. По системе, как правило, входа и выхода в рынок, можно учить рыночный профиль на другом уровне. Он преподает на другом уровне. Выхваченные фразы с разных мест его книги. Используя рыночный профиль как инструмент, трейдер очень часто может открыть информацию, которая подтверждает движение рынка перед тем, как это движение будет отображено в цене и в ее изменении. Умение читать информацию, которую генерирует рынок с помощью рыночного профиля, помогает нахождению возможностей, где риск намного меньше, чем потенциальная награда. Рыночный профиль – очень мощный инструмент понимания развития рынка в течение рыночного дня. И закончим мы такое историческое введение цитатой самого Питера. Он дал свое мнение на то, как его методика развилась во времени и как она применяется. И он здесь отмечает, что большинство последователей рыночного профиля интересуют, как использовать это в своих решениях, как помогать им принимать решения во время дейтрейдинга. И забывают о том, что самая главная польза, самая ценная польза рыночного профиля – способности трейдера понимать рынок, как он есть во время его развития, во времени. Сейчас довольно много софтов, которые помогают строить графики рыночного профиля. Новые компании ставят все лучше и лучше бесплатного материала, где они объясняют, как этот метод работает, или хотя бы элементы, основы введения в профиль рынка. Одна из новых компаний, которой я понятия не имею об их софтвуэр, и я не собираюсь его рекламировать, я пользуюсь другим, поставила в видеопрезентацию «Рыночный профиль. Ключи для трейдеров и инвесторов». Это инструмент, который помогает анализировать и принимать решения с помощью организации даты, которая отслеживает информацию, генерируемую рынком. Основные компоненты рыночного профиля – время, цена и объем. Когда они организованы определенным образом и показаны в виде статистической дистрибьюции, в виде нормальной кривой в форме колокола, эти графики могут открыть определенные паттерны и определенные зоны цены и ценность данного товара, стоимость этого товара. Рыночный профиль – не трейдинг-система. Он не дает ясных сигналов, как покупать, продавать, где входить, где выходить, где перепродано, перекуплено. Это не индикатор. Трейдеры делают свои решения на основе независимого изучения рыночной цены и информации, которая поступает о стоимости товара. Трейдер, который использует рыночный профиль, накапливает знания и опыт и может научиться определять внутреннюю динамику рынка и структуру, как, например, трендовый день или нетрендовый день, когда рынок в диапазоне, а затем начать позицию, управлять ею и найти выход на базе этой информации. Это отличается от типичного технического анализа, который обычно измеряет движение цены. Итак, что такое рыночный профиль? Это структура для организации развивающегося рынка, развивающегося во времени в данный промежуток времени. Это горизонтальное и вертикальное представление динамического процесса рыночной активности. Это визуальное представление зоны справедливой цены рынка в данный момент и уровня справедливой цены в данный момент. Рыночный профиль – это инструмент, который помогает принять решения и помогает трейдерам лучше понимать рынок в настоящем, рынок в данный момент. Это инструмент, который записывает текущую активность рынка с помощью специальной организации информации о времени, цене и объеме. Это графическое отражение абсолютно всех мнений всех участников рынка, которые торгуют в данный день.